Мария Таубис Творюхи родились случайно. Мария Таубис участвовала в марафоне по похудению. Основной темой его была белковая пища, а хотелось чего-то сладкого. Так она придумала творюхи и делала их себе и своим подругам. Со мной участвовали 20 моих подружек, любимых, потому что я одна никуда не хожу. И однажды, прошло уже недели три, и я просто напекла для себя дома, смешав творог, добавив яблоки, которые были разрешены, семена, че, сахарозаменитель, который был разрешен, с яйцом. Все это смешала, запекла в печке, которая у меня есть дома волшебная, пара конвектомат, и выложила в общую группу. А так как все смотрят, кто что ест, посыпались вопросы, что это, где это, как это, сколько калорий и так далее. Оказалось, что все это можно, все это разрешено, это вкусно и очень красиво. Они названы в честь сына Андрея. Именно он решил на этом заработать. Мария стала печь для своих многочисленных друзей и знакомых, пока сын не подбросил бизнес-идею. Все счастливы, довольны. Кроме ребенка моего, Андрюши, который зашел на кухню и спрашивает, мама, а доколе это будет продолжаться? Разбазаривание семейного бюджета-то у нас в доме. Вы ребенку компьютер купить не можете, но ты зато все деньги истратил, покупая творог и угощая всех своих подруг. А давай, говорит, мам, я буду печь, а ты как-то реализовывай это своим подружкам. Я говорю, ну хорошо, сынок, давай попробуем. Написал в группу, что дорогие девочки, у нас появился новый молодой предприниматель. Кто хочет помочь ему в становлении бизнеса? Может быть, будут заказы. И тут, конечно, мои девочки откликнулись, сказали, господи, ну слава богу, потому что тебя просить уже неудобно, это так вкусно, и все можно. И все, пошли первые заказы. На первых порах сын Андрей все готовил сам, а мама продавала друзьям. Заработанные деньги ребенок откладывал на компьютер и очень скоро его купил. Потом вместе сделали все документы, сертификаты, зарегистрировали товарный знак, декларации и образовался бизнес. Это такая была за год проделанная огромная работа. И я благодарна магазинам, которые откликнулись и приняли наш товар к себе на полке, понятно, что уже со всем пакетом документов, и салоны красоты, и фитнес-центра. То есть это сейчас такая история, сейчас же все у нас ЗОЖ-ПП, все мы любим продукцию, которая качественная, за которую есть ответственные люди, мы знаем это лицо этого человека. Вот, и мне за мой товар, за мою продукцию не стыдно, потому что я сама ее ем, едят мои дети, мои друзья, и как-то вот так вот я горжусь, что вот это вот так раз все и получилось. Творюхи от Андрюхи – это вкусный завтрак, быстрый и полезный перекус и незаменимый продукт на диете. В основе обезжиренный творог, вместо сахара подсластитель, из-за чего они получаются малокалорийными. В состав входят зеленые яблоки, получается фруктово-белковый десерт, в каждом сырнике всего 96 калорий. Его можно людям с сахарным диабетом, его можно тем, кто питается правильно, тем, кто хочет питаться правильно, ну и вообще всем сластеным, потому что они действительно сладкие, как десерт к чаю и как презент. Я уже без коробки творю, в гости не хожу, тортики не беру, беру с собой творюхи. Вкус удается сохранить, потому что все делают сестры сами и вручную. Мы разбиваем комочки в твороге, чтобы они были воздушные и однородные. Это все вручную происходит. Подходит с большой ответственностью и любовью к тем людям, которые будут это покупать. Технологию выпекания освоили на чудо-аппарате пара конвектомат. В нем не как в духовке, то есть продукт поднимается и потом не падает. Он сохраняет свою форму, внутри он остается влажным, пышным и душистым. Мария и Елена постоянно проверяют поставщиков сырья для своего производства. Это важно, так как их бизнес в сфере питания. Также рассказывают, как правильно сохранить все полезные свойства этого десерта и даже впрок. Хранить нужно в холодильнике, срок годности у них 96 часов четверо суток. В замороженном виде, если вы храните в морозилке, это полгода. Вы можете как бы использовать, потому что многие берут, не съедают, уезжают куда-то, кладут в морозильник. Потом их просто разогревают и они не теряют своих качеств, не теряют своих свойств, остаются такими же пышными. Упаковка герметична, бренд запатентован. В будущем, уверенный предприниматель, это окупится в разы и повысит узнаваемость, а с ней и продажи. Мы можем, в принципе, и в замороженном виде нашу продукцию доставлять, потому что были и тестовые образцы, и опыты, и документы у нас на это есть, что мы можем замораживать наш продукт, он не теряет своих вкусовых качеств и продавать уже в мороженом варианте. Открытие мини-производств обретает все большую популярность. Небольшой цех – это хороший старт для начинающих предпринимателей. Мини-производство подразумевает минимальный набор оборудования, небольшой производительности и небольшую арендную плату цеха. И стабильный доход. Я думаю, что если ты что-то делаешь с открытым сердцем и с любовью к своему делу, конечно, это дело будет прибыльное. Да, Творюхи – прибыльный бизнес. Предприниматели совершенствуют производственный процесс. Планы у сестер Таубис – наполеоновские. Все мои московские из других городов друзья, попробовавшие Творюхи, требуют, чтобы открывались производства там. Как же им теперь? Там тоже это все есть. Есть отдельный хэштег у Творюх – Творюха путешествует по миру. И могу сказать, что наши Творюхи были там, где еще не была я. И, возможно, никогда не буду. Люди берут с собой коробочки, едут на отдых и выставляют фотографии, что Творюха путешествует по миру. Она была уже и в Майами, и на островах, и в Китае, и в Турции. Ну, здесь реально практически полмира объехали Творюхи. Сейчас пробуют новые вкусы, которые планируют запустить в производство. Сушеные вишни с клюквой будут линейку расширять. Сейчас время личных брендов. Я думаю, что мы просто попали в такую струю, как я уже говорила, что время Инстаграма и время картинок. Что наши дети только все на картинке ориентируются. И также мы, уже приучаясь, реагируем все очень на картинку. Если мы видим, что-то нам цепляет взгляд. То есть в моем случае это абсолютно инстаграмный бизнес. И история развития тоже произошла благодаря Инстаграму, как сарафанное радио, что люди слышат. Мария и Елена показывают свое производство изнутри, снимают видео, делают фото. Все это повышает доверие к бизнесу. Идейный вдохновитель бизнеса Андрей получает свои дивиденды. Каждую неделю ему в копилочку откладывается определенная сумма, которой он может уже сам распоряжаться. Поэтому он может покупать себе какие-то гаджеты, которые он хочет, подарки, и как бы распоряжаться. То есть у него есть такой свой доход. Итак, все бизнес-процессы запущены, производство налажено. Теперь работа над ассортиментом продукции, поиском новых клиентов и улучшение бизнеса в целом. В нашем городе, я считаю, что созданы неплохие условия для того, чтобы малый и средний бизнес развивался. Есть, конечно, программы, которые поддерживают бизнес. Вот, например, в городском округе есть программа о возврате 350 тысяч на основные оборудования, которые вы будете, на основные средства, которые вы можете покупать, и ей тоже можно воспользоваться. Я думаю, что не так много людей об этом знает, и можно об этом почитать, я думаю, на сайте городской администрации. Департамент экономического развития и предпринимательства городского округа Самары ежегодно оказывает не только финансовую помощь, но и осуществляет информационную поддержку. Для развития малого бизнеса в 2019 году работает ряд госпрограмм, цель которых – содействие субъектам предпринимательства. Многие из них действуют уже на протяжении нескольких лет. В этом году мы расширили спектр своих услуг, мы оказываем еще поддержку молодым предпринимателям, те, кто только открыли свой бизнес. И, конечно, это поддержка информационно-культурационная, это имущественная поддержка, те, у кого бизнес менее трех лет, ну и, конечно, участие в выставках, мероприятиях, бесплатное обучение, семинары, ну и информационная поддержка в рамках освещения их деятельности на радио и на телевизионном эфире. Принимая во внимание важную роль малого и среднего бизнеса в экономике, городские власти уделяют внимание и вопросам развития, поддержки предпринимательства, созданию оптимальных условий для его развития. Продолжение следует... Продолжение следует...